Несомненно, ситуация с лесными пожарами остаётся актуальной для большинства областей. Не стало исключением и Брянщина, особенно такие районы, как Клетнянский, Карачевский и Навлинский. Проведённые минувшие выходные проверки территории Брянского района также обнаружили несколько очагов пожаров. Три очага пожара в Брянском районе. На двух очагах пожара работают город Брянск, город Брянск, машины службы жилищно-кумунального хозяйства, поисково-спасательный отряд города Брянск. И вот на момент проверок действительно работы идутся, результат виден. Там уже из, наверное, 27 мест, где дымится этот торф, там уже осталось места по три в каждом случае. В текущей ситуации необходима слаженная и оперативная работа. С 10 августа все главы районов будут лично докладывать губернатору о ситуациях с пожарами, особенно торфяными. Губернатор Николай Денин жёстко отреагировал на проявление несостоятельности руководителей муниципальных образований. Проверить, если не сделано, и надо принимать решение прямо и штабам, и давать предложения по принятию мер. Правовых оснований предостаточно найти. Тогда, наверное, будут понимать. Я уже не раз говорил. Всем тяжело работать, когда там упрашиваем. Как только день наступает, взять чистый лист бумаги – всё. Открытым остаётся вопрос о оказании помощи тем, кто пострадал при пожарах. Николай Денин заявил, что эта проблема будет решена. В любом случае людям где-то жить нужно. Что по линии соцзащиты, что по линии местных, бюджетов, что по линии областного. Надо определиться, каким образом мы поможем людям, для того, чтобы до наступления морозов им было место, где жить. Не менее жаркая дискуссия разгорелась при обсуждении второго вопроса. Уборка зерновых проходит в плановом режиме. По состоянию на 5 августа в регионе скошено 97% сеянных и естественных трав. Одновременно ведутся работы по подготовке почвы к севуазимых. Продолжается ремонт животноводческих помещений, который будет закончен до 1 октября. Игорь Мерчук, Игорь Сусла, События Брянск.